Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр, я Team Lead Android команды в компании LinguaLeo, и сегодня мы с вами узнаем много нового про Android ресурсы. Ну, прежде всего, мы с ними познакомимся, узнаем, что такое Android ресурсы, как их можно использовать, как можно ссылаться на них, например, через XML или через Java Code, узнаем, какие бывают вообще ресурсы, их типы, а также рассмотрим механизм альтернативных ресурсов и изменения конфигурации Android. Прежде всего, что такое ресурс? Ресурс — это значение, например, строчка локализации или телефон справочной вашей техподдержки, или же это файл, ну, например, картинка с котиком или файл компоновки экрана. Но самое главное, что вы должны знать на этот момент, это то, что файлы могут модифицироваться, подменяться, то есть применяется механизм альтернативных ресурсов в этом случае, без перекомпиляции устройства. Ну что, друзья, на этом все, в принципе. Ну, а для тех мальчиков и девочек, которые хотят знать немножко побольше, добро пожаловать в продолжение нашего видео. Прежде всего, рассмотрим старый как мир пример, который выводит просто строчку «Здравствуй, мир!» на экран вашего телефона. Мы будем использовать Android Studio, и чтобы вам было интереснее, вы можете прямо сейчас, ну да, прямо сейчас поставить видео на паузу, открыть Android Studio и создать новый проект. На экране выбора экрана, ну, предварительного экрана для проекта, вы можете выбрать бланк «Активити». И, в принципе, этот проект будет содержать все нужные нам файлы. Для отображения надписи «Здравствуй, мир!» на экране вашего телефона нам понадобятся прежде всего строковые ресурсы. В данном случае мы воспользуемся файлом strings.xml, который уже создан Android Studio. Как мы видим, файл strings.xml находится в папочке res и в папочке values. Как несложно догадаться, папочка res отвечает за ресурсы, а папка values говорит нам о том, что этот ресурс является каким-то значением. Да, некоторые ресурсы могут быть файлом XML, как в случае со строковыми ресурсами, и файл strings.xml имеет довольно простую форму. В данном случае у нас есть элемент string, у которого есть атрибут name и значение. В данном случае upname — это ресурс demo, а строчка hello world — это hello world. Все довольно просто. Ну, чтобы было интереснее рассматривать этот пример и продемонстрировать работу альтернативных ресурсов, мы создадим рядом еще один файл strings.xml, но поместим его в новую папочку values.defis.ru. Пока поверьте мне на слово, если мы имеем дело с папочкой values.defis.ru, значит, это российская локализация. Потом мы подробно с вами это рассмотрим. И просто переведем эти строчки на русский язык. Ну что ж, друзья, для отображения, собственно, строчки здравствуй, мир, нам понадобятся еще ресурсы компоновки. Ну, ресурсы компоновки на самом деле очень напоминают собой HTML-файлы, только немножко поинтереснее и посложнее. В данном случае мы имеем корневой элемент related layout, который представляет собой просто контейнер, и внутри него у нас есть TextView, который как раз и отвечает за отображение строчки на экране вашего телефона. Файлы компоновки мы с вами подробно рассмотрим немножко позже, но на данный момент обратите особое внимание на седьмую строчку, в которую мы как раз и обращаемся к нашим локализациям, а именно AndroidText равняется собака string slash hello world. Что же у нас осталось в Java? Java у нас осталось совсем немного, то есть всем знакомый он create, стандартный метод в любой вашей активности, и метод setContentView, в котором мы обращаемся к ресурсу компоновки через r.layoutActivityMain. Ну что ж, друзья, если мы откомпилируем наше приложение и запустим его на устройстве, то увидим строчку здравствуй, мир. При этом, если вы попробуете поменять локальные устройства в настройках, ну, например, на русскую или на английскую, вы увидите либо здравствуй, мир, либо hello world. Что ж, как видите, механизм альтернативных ресурсов в действии. Давайте также посмотрим, что же у нас происходит под капотом, а именно, что же такое r.layoutActivityMain. На самом деле, Android SDK, а именно программа Android Asset Packaging Tool создает за вас специфичного рода файл, называется r.class. Если вы на него посмотрите, то первая ассоциация — это namespace, но только в виде статических классов. Как мы видим, у нас есть layout, есть string и идентификаторы этих ресурсов. Ну, на самом деле, этот файл намного больше, но ради простоты мы его пока немножко подсохратили. Таким образом, вы можете очень просто обращаться к ресурсам в коде Java через класс R, и при этом Android будет понимать, к какому именно ресурсу вы обращаетесь. Важное замечание — никогда, никогда в жизни не меняйте этот класс вручную, потому что он создается автоматом. Ну что ж, друзья, теперь конкретно посмотрим, как вам можно обращаться к ресурсам приложения. Всего и существует два способа. Это либо через файл XML, либо через код Java. Давайте рассмотрим поподробнее синтаксис, как нам можно обращаться. Через Java обращаемся следующим способом. Сначала можно опционально указать пакет, например, Android. Дальше точка R, точка тип вашего ресурса и его название. Пакет является опциональным, и чаще всего это просто Android. То есть вы сможете использовать стандартные для Android ресурсы. Чаще всего он не используется. И то же самое в XML. Это собака. Опять же идет опциональный пакет, двоеточие, тип ресурса, слэш и название ресурса. В принципе, очень похоже. В Android существует огромное количество ресурсов. Это и картинки, и идилы, и ауты, строчки локализации, атрибуты и множество других. Чаще всего их названия в XML и в Java совпадают. Но бывают неприятные исключения вроде массивов array и string array. Ну что ж, давайте рассмотрим пример. В данном случае у нас есть задачка очень простая. Нам нужно вывести котика на экране. Воспользуемся сначала XML-разметкой. Возьмем обычный файл компоновки, который у вас уже создан в вашем примере, и заменим текст ее на image view. Вот такого вида. Тут все внимание у нас на android.src, где мы укажем ссылку на нашего котика. В данном случае собака drawable, то есть drawable — это тип нашего ресурса, слэш cat. Как мы видим, наш код находится в папке res.drawable.cat.png. В данном случае в качестве ключа мы указываем просто cat без расширения png. Давайте попробуем сделать то же самое. Но на этот раз посредством кода java. Тут немножко все посложнее. Прежде всего добавим новое поле. Наш image view. Тут все внимание на строчку номер 7. Это поле id. И назовем id image view cat. То есть поэтому ID-идентификатор. Мы будем обращаться к этому элементу. И в коде у нас немножко добавится. То есть прежде всего это вызов find view by id по описанным нами ранее id. И дальше вручная установка картинки через метод set image drawable. А далее внутри мы вызываем getResources, getDrawable. Тут основная вещь getResources. То есть при помощи getResources мы можем обращаться к ресурсам нашего приложения. Имеется множество методов. GetDrawable, getString. Мы их все рассмотрим сегодня. Ну, по крайней мере многие из них. Давайте более подробно рассмотрим идентификаторы, которые мы можем указывать в XML-файлах и в Java. Прежде всего, их синтекс здесь немножко отличается от такового в XML. То есть у нас появляется знак плюс. Что такое плюс? Плюс значит, что нужно создать новый идентификатор. Если плюса нету, как во втором случае, enaza-best-id, то значит, что мы будем использовать уже существующий идентификатор. Ну, зачем это нужно? Например, вы можете использовать Relative Layout и обращаться к ресурсам непосредственно в XML и как-то позиционировать ваши вьюшки относительно друг друга. Например, вы можете использовать такого рода идентификаторы в Relative Layout, то есть файлы компоновки. Например, если вы хотите как-то позиционировать ваши отображения относительно друг друга, в этом случае вам пригодятся идентификаторы. Итак, друзья, настал момент рассмотреть, какие ресурсы вообще бывают в Android и рассмотрим структуру каталогов ресурсов. Начнем с самого верха. Папочка Res. В нем мы располагаем все наши ресурсы. Есть такие каталоги, как Animator и Anim. В них могут содержаться ресурсы анимации, а это Property Animation, как пример, или Twin Animation. Ну, в данном случае мы не будем их рассматривать, это достойно отдельной темы. Далее идет папочка Color. Она тоже содержит в себе файлы XML и могут содержать так называемые State List для цветов. Ну, для чего это может быть нужно? Предположим, вам нужно создать кнопочку, при нажатии на которой будет меняться текст. Что ж, в этом случае вам помогут именно Color State List. Далее следует папка Drawable. В Drawable могут содержаться изображения и файлы XML. Ну, зачем нужны файлы XML в папке Drawable? Вы можете персовать по конве или делать какие-то градиенты или комплексные картинки с его использованием. Дальше идет папка Layout. Это папка для ресурсов компонова, которую мы уже с вами немножко рассмотрели. Далее идет папка Menu, где вы можете помещать файлы XML для отображения поп-ап, поп-ап меню, контекстного меню или options меню. Далее идет папка Row. В папку Row вы можете класть файлы любого расширения, какие вам захочется, но при этом вы все равно сможете обращаться к ним при помощи класса R. И далее остается Values и XML. Values — это различного рода значения. Это могут быть массивы, строки, числа, булевые значения. И папка XML. В папке XML содержатся призвольные XML файлы, например, они могут использоваться для конфигурации Searchable в интерфейсе вашего приложения или при создании экрана преференсов. Самое главное, что вы должны здесь запомнить, что в папочке REST не может быть других подкаталогов, они будут просто игнорироваться. Самое главное, что вы должны запомнить, это то, что в папочку REST нельзя класть никаких других каталогов, и не должны быть другие подкаталоги. Android просто их будет игнорировать. Также в случае, если в следующих версиях Android добавится новая папочка какая-то или новый тип ресурса, ничего страшного, Android тоже его проигнорирует. Переснимет. Это можно не было мне говорить. Тут следует обратить внимание, что в папочке REST не должно находиться каких-либо других каталогов или подкаталогов. Android их просто проигнорирует. Ну и давайте рассмотрим отдельно папочку Assets. Хотя папка Assets тоже относится к ресурсам, но с точки зрения IP это не совсем ресурс. В данном случае вы можете помещать в папочку Assets любые файлы и любые директории с любой глубиной вложенности. Но в этом случае вы не сможете пользоваться интерфейсом GetResources, но сможете воспользоваться другим интерфейсом GetAssets. Ну что ж, как вы уже, друзья, видите, ресурсов довольно много. И рассмотрение каждого из них заняло бы достаточно большое время. Ну, не отчаяйтесь, мы рассмотрим основные типы ресурсов, которые вы обязательно встретите при программировании под Android. Ну, это Drabble — изображение, лей-аут компоновки пользовательского интерфейса и значение Values, а именно цвета, размерности, строки и стили. И чтобы понять отличие Assets от ресурсов, мы посмотрим на низкоуровневые ресурсы, как с ними работать. Прежде всего рассмотрим изображения, знакомые вам по предыдущим примерам. Изображения находятся в каталоге Drabble. В этом каталоге могут находиться файлы PNG, JPG, GIF, 9.png и XML. В данном случае 9.png — это растягиваемый тип PNG. Он немножко отличается от PNG тем, что в нем присутствуют управляющие пиксели, которые показывают андроиду, каким образом можно растягивать изображение. И файлы XML. Как я уже говорил, файлы XML могут использоваться для создания градиентов или каких-то комплексных изображений, но мы их пока рассматривать не будем. Касательно ссылки в Java, тут все стандартное. Опциональный package — r.drabble и название нашего файла. Ссылка в XML аналогична. В качестве namespace используется Drabble. Сразу же рассмотрим пример. Предположим, вам нужно вывести кнопку с задним фоном. Для этого мы создаем в XML элемент button, ну а если быть более конкретным, файлы компоновки, и используем атрибут android-background, где указываем ссылку на нашу картинку, то есть Drabble slash и название картинки. Или другой пример. Мы просто отобразим эту картинку как ImageView. В этом случае мы используем атрибут android.src. В коде все ненамного сложнее. Мы используем интерфейс getResources, который доступен через вашу активность, и вызываем метод getDrabble. И далее через R-класс получаем наше изображение. Далее рассмотрим с вами компоновки. Компоновки можно располагать в папочке layout. Ссылки в Java и в XML, в принципе, очень похожи друг на друга, как и все остальные ресурсы. В данном случае namespace layout и название компоновки соответствуют названию файла в папке. В данном случае мы имеем структуру viewgroup, внутри которой находится другая вьюшка. То есть в этом случае у нас есть компонент container, и внутри него находятся либо другие компоненты container, либо другие view. Но рассмотрим это на более подробном примере. Предположим, нам нужно отобразить на одном экране в вертикальной плоскости, здравствуй, мир, изображение котика и кнопку. В этом случае можем создать файл компоновки, корневым элементом которого будет linear layout. Linear layout позволяет расположить элементы вертикально. В данном случае это text, image и button. И ради интереса расположим все эти элементы посередине экрана. На что тут следует обратить внимание? Ну, xml.ns.android на самом деле не очень сильно учитывается при компиляции xml файла, но он в любом случае нужен, иначе Android студия откажется компилировать его. Идем дальше. У нас есть layout view и layout height, которые просто рассказывают, как view должна растягиваться на весь экран. Она может либо растягиваться, если у нас стоит этот атрибут match parent, либо занимать ровно столько, сколько занимает данная view, ну, в случае картинки, например. Это wrap content. Android orientation vertical говорит нам о том, что компоновка должна быть вертикальной для linear layout, а атрибут gravity — то, что мы располагаем наши элементы по центру. Внутри linear layout у нас находятся text view, image view и button. В принципе, все элементы вам знакомы. Точно так же у нас есть layout fit, layout height. Эти два атрибута, они обязательны для любой view. И используем ID и такие элементы, как текст для text view, чтобы в text view отобразить нужный нам ресурс локализации. И Android SRC для отображения картинки. На самом деле, тема ресурсов компоновки и UI занимает достаточно большую область знаний в Android. Если вы пойдете в любой книжный магазин и купите книжку по Android, то там быстрее всего половина всей книги будет именно про view и про компоновки. Ну, поэтому не забудьте в качестве домашнего задания прочитать про компоновки более подробно. А мы тем временем перейдем к строкам. Ну, строки вы уже знаете, видели, знаете, как с ними работать. Находятся они в папочке res-values. И ссылка в Java, ссылка в XML одинаковая, то есть через namespace string. В данном случае в качестве включа указывается не файл, а именно идентификатор этой строчки. В нашем случае это либо upname, либо hello world, как это описано в файле strings.xml. Ну, и точно так же мы можем обращаться в файле XML через собака string slash hello world, либо в Java через функцию getString. На самом деле функция getString — это очень удобный шаткат. Если вы посмотрите его исходный код, то увидите, что там точно так же вызывается getResources, а потом вызывается getString. Посмотрим же теперь цвета. Цвета очень удобно использовать, когда вам нужно, например, раскрашивать разные элементы интерфейса и текста. И делать это в одном файле, а не, например, разносить по разным файлам компоновки. В этом случае вы можете поместить файл, например, colors.xml в папочке res-values и обращаться к цветам. Цвета указываются в формате RGB, либо ARGB, то есть с использованием альфа-канала. В данном случае на экране вы видите пример его использования. То есть для TextView мы можем использовать атрибут AndroidTextColor и дальше через собака color slash название вашего цвета указывает нужный нам цвет, либо через getResources.getColor в коде Java. А теперь рассмотрим с вами размерности. Или dimensions. Размерности могут располагаться в папочке res-values. Название обычно произвольное, но обычно называют dimens.xml. Ссылка в Java.xml похожая, то есть через namespace dimen. И далее название вашей размерности. Зачем нужна эта размерность? Например, вы хотите задать какие-то отступы или размер шрифта. Опять же, не внося эту информацию, собственно, в файл компоновки. Вы можете задавать размерности в следующем формате. В виде пикселей, в виде дюймов, миллиметров, пунктов, пикселей, не зависящих от разрешения, и пикселей, не зависящих от масштаба. Как видите, DP и SP я выделил отдельно. Это очень важно, потому что чаще всего именно этот формат вы будете использовать. В данном случае DP вы будете использовать для указания каких-то отступов и размерности для ваших view, а SP для шрифтов. Почему именно не зависящие от разрешения? Все очень просто. Размеры ваших отступов и размерности будет зависеть именно от разрешения вашего экрана. То есть, таким образом, ваш layout будет выглядеть одинаково на всех устройствах, если вы будете использовать этот механизм. Про SP следует сказать отдельно, что его размер может меняться в зависимости от настроек вашего телефона, так как пользователь может в настройках менять стандартный шрифт и размер экрана. В этом случае он будет меняться пропорционально этим настройкам. Ну и небольшой пример размерности. У нас имеется файл dimens.xml. Элемент называется dimen, и имя у него hello padding. То есть, просто какой-то отступ размером 16 dp. Ну, забежим немножко вперед. 16 dp, если мы берем экран, например, mdp, это 16 пикселей. Ну, мы с вами это рассмотрим чуть позже. И, например, возьмем пример с фонтом, то есть с шрифтом. Это hello text size, который у нас равен 14 csp. И рассмотрим пример в XML, а именно view text view. То есть через Android padding мы задаем отступы сверху, снизу, слева и справа внутри этого элемента. Опять же, собака dimen slash название нашего ресурса, а именно hello padding, и укажем text size, то есть размер шрифта через собака dimen slash hello text size. Через Java все аналогично другим ресурсам. Мы используем getResources, знакомый вам метод, и вызов точка getDimension. И далее указываем ID нашего ресурса. Ну, а теперь рассмотрим стили. Стили могут располагаться в папочке values. Обычно называются как styles.xml, но это не обязательно. Как вы видите, я не привел здесь пример Java, есть только пример с XML, а именно знакомый вам собака package, style, slash и название вашего стиля. Для примера вы можете открыть файл styles.xml, который уже создан в нашем тестовом примере, и посмотреть пример его использования. В данном случае у нас есть стиль для всего нашего приложения, который унаследован от theme upcompact light dark action bar. Элемент parent отвечает за наследование наших стилей. Внутри у нас имеется элемент item. Name равняется android 2.0-бэкграунд, что означает, что мы будем модифицировать задний фон нашего приложения. И в качестве ресурса мы используем собака android 2.0-color-black, что означает, что мы используем черный цвет, и этот цвет мы берем не из собственных ресурсов, а из пакета android, который нам уже предоставлен системой. Ну что ж, рассмотрим пример стилей. Как я уже сказала ранее, стили можно наследовать друг от друга. В данном случае обратим наше внимание на стиль big text на 11-й строчке. В данном случае мы указываем ему размер шрифта и цвет. Как видите, мы не пишем здесь напрямую размерности и цвет, мы используем ссылки на ресурсы. Поверьте мне, так нужно делать. Далее на примере у нас есть big red text, то есть большой красный текст. И мы унаследуем его от стиля big text. Ну и просто поменяем цвет на красный, что довольно удобно. Нам не нужно заново прописывать размер для нашего стиля. Ну и в XML в качестве примера мы укажем стиль style, отдельный атрибут style, без префикса android двоеточие, и указываем ссылку на наш стиль. Таким образом, текстю будет красного цвета и шрифт тот, который вы задали. И ничего не нужно отдельно прописывать в файл XML в вашей компоновке, хотя, конечно, вы можете так сделать. Также вы можете меня спросить, а почему нет примера с использованием Java кода? Все довольно просто. Он просто не нужен. Теперь, друзья, рассмотрим папку assets, куда вы можете помещать, прежде всего, любые ресурсы, которые вы захотите, и использовать структуру директора любой вложенности. Как вы видите, папка assets не находится в папочке ресурсов, то есть res, и таким образом вы уже не сможете использовать стандартные pget resources. И также вы не сможете обращаться к этим ресурсам через файл XML, но зато сможете обращаться к этим ресурсам через Java, используя AssetManager. Рассмотрим небольшой пример. Нам нужно вычитать данные из файл test.txt, которые находятся просто в папке assets. В этом случае мы используем метод getassets в вашей активности и открываем поток. Далее вы можете делать с этим потоком все, что захотите. Но, пожалуйста, экономьте нервы ваших тимлидов. Всегда-всегда используйте файл или в случае потоков и вызывайте метод close правильно. И это, друзья, только начало. В андроиде есть и другие интересные типы ресурсов, как, например, уже было сказано, анимацией. На экране указана ссылка на androiddeveloper.com с исчерпывающим списком всех возможных ресурсов. Не поленитесь туда посмотреть. Ну, а мы рассмотрим механизм альтернативных ресурсов. Как вы уже видели на самом первом примере про здравствуй мир, мы использовали различные ресурсы для различной конфигурации, то есть для российской локалии и для дефолтной, для английской. В данном случае мы использовали файлы strings.xml. И я говорю тогда, вот поверьте мне на слово, values.ru — это российская локалия. Ну, теперь давайте разберемся поподробнее. Вообще, дефис, название квалификатора, а именно так называется этот суффикс, квалификатор или модификатор, он как раз и помогает андроиду понять, какой ресурс, в каких случаях нужно использовать. Ну, распорим такой пример. Например, values.ru говорит нам о том, что этот ресурс должен быть использован для российской локалии. А, например, values.ru значит, что во французской локалии и не ночью. Да, бывают и такие типы модификаторов. Но при этом мы все равно будем использовать один идентификатор ресурсов, что в Java, что в XML. Ну, например, rstring hello world. Как в случае и с типами ресурсов, модификаторов или квалификаторов ресурсов очень много. Мы их поделим на группы и будем их рассматривать в порядке приоритета для андроида. Да, андроид рассматривает множество модификаторов по своим приоритетам, чтобы выбрать наиболее подходящий в нужный момент или для нужной конфигурации. Рассмотрим такие группы, как мобильный код страны, язык и регион, направление лояута и многие другие до уровня IP. То есть в нашем случае мобильный код страны и код оператора имеет наибольший приоритет, а уровень IP наименьший. Ну что ж, начнем по порядку. Начнем с мобильного кода страны и кода оператора. Данный модификатор может записываться как MCC, и далее идет трехзначный код страны. И опционально к этому модификатору через DEFIS может подключаться MNC, то есть Mobile Network Code, где может быть описан мобильный код сети. Ну, например, MCC 250 — это российский код, а MCC 250 и MNC 01 — это Россия и один из операторов Большой Тройки. Повторюсь, Mobile Network Code, то есть MNC, это опциональный модификатор, и он может не указываться, но его нельзя использовать отдельно от Mobile Country Code, то есть от MCC. Далее рассмотрим язык и регион. Следующий по приоритету — модификатор. В данном случае у нас есть код страны, ланг-код, который записывается в формате ISO 639-1, и через знак нижнего подчеркивания мы можем указать регион, используя символ R, и дальше код региона в формате ISO 3166-1-2. Например, для русского языка мы можем использовать просто модификатор RU к ресурсу, а к французскому языку, который используется в Канаде, FR, нижнее подчеркивание, RCA. Далее по приоритету следует Layout Direction, или направление отображения компоновки. То есть существует всего два модификатора на эту тему — это слева направо и справа налево. Чаще всего вы LD RTL, то есть справа налево, то есть right to left, будете использовать для компоновок для арабских стран. Теперь рассмотрим размер экрана. В данном случае мы можем поделить модификаторы на три группы. Это по наименьшей ширине, по доступной ширине и по доступной высоте. Записывается как, например, наименьшая ширина SV, самая наименьшая ширина DP. Как видите, мы ставим в конце DP. И то же самое для доступной ширины и высоты. Но вначале у нас идет не SV, а W и H, соответственно. При этом следует учитывать, что наименьшая ширина не зависит от ориентации экрана, то есть SV. Но доступная ширина высота зависит от ориентации экрана. Приведем небольшой пример. Это SV600DP — это 7-дюймовый планшет, и SV720DP — это пример 10-дюймового планшета. Чаще всего это используется для лейаутов, то есть для компоновок. Также следует учитывать, что данные квалификатора доступны с IP13, то есть с Android версии 3.2. Ну что ж, а до третьего Android размер экрана вычислялся немножко по-другому. А именно через такие модификаторы, как Small, Normal, Large и X-Large. Ну и я не советую вам их использовать, они уже устарели. При этом, если вы будете использовать на втором Android более новый тип модификаторов, они будут просто игнорироваться. То же самое можно сказать про тип экрана. Следующий по приоритету — тип модификатора. Бывает Long и Not Long. То есть говорит нам о том, что у нас широкоформатный экран или не очень широкоформатный. Не зависит от ориентации экрана. Тоже не используется в последнее время. Используйте доступную ширину, доступную высоту или наименьшую ширину. То есть SV, например, 600 dp. Например, SV 600 dp. Далее по приоритету идет ориентация экрана. Тут может быть либо порт, либо ленд. То есть либо портретная ориентация, либо ландшафтная ориентация. Все довольно просто. Но тут есть подводный камень. Как недавно написали разработчики Android в своей статье, для Nexus 9 предпочтительнее использовать Available Width, то есть доступную ширину. По той простой причине, что соотношение сторон у Nexus 9 — 3 на 4. И тут можно попасть на подводный камень именно с точки зрения компоновки экрана. Потому что порт от ленд в этом случае будет не сильно отличаться по размерам экрана. Далее следует UI-мод. Ну, чаще всего это тип стыковки с другими устройствами. Ну, например, CarDesk — это стыковка с мультимедиа системы автомобиля и стыковка с настольным доком. Также может быть стыковка с TV, телевизион — это добавилось в Android 3.2. Appliance — то есть это уже не тип стыковки. Этот тип говорит нам о том, что устройство не имеет экрана. И еще есть модификатор Watch. Это означает, что устройство имеет экран и носится на руке. Другим словом, это просто часы. Добавилось совсем недавно с API 20 — это Android 4.4 VR. Следующий по важности и по приоритету модификатор — это ночь или день. Ну, то есть ночной режим. В данном случае это очень удобно использовать, если вы разрабатываете, например, приложение «Навигатор» для автомобилистов и хотите, чтобы в ночное время ваш интерфейс не был таким ярким. Ну, например, используйте более темные тона, чтобы не отвлекать водителя. Далее идет группа модификаторов разрешения экрана. В данном случае у нас есть возможность значения. Это LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI, NODPI и TVDPI. На самом деле, таким образом можем определить плотность экрана. Чаще всего мы это можем использовать для вывода изображения на экран, так как в Android много разных экранов, как мы видим, и 320DP, и 640DP. То есть это очень качественные, большие экраны. И в этом случае нам понадобится изображение более высокого разрешения. Сразу немаловажно будет понять, как эти значения, как эти модификаторы соотносятся с реальными пикселями. Тут довольно все, опять же, просто. В LDPI 1DP это 3 четвертых пикселя, в MDPI 1DP это 1 пиксель, в HDPI 1DP это 1,5 пикселя, собственно, в XHDPI это 2 MDPI, то есть 2 пикселя, в XXHDPI это, соответственно, 2 HDPI или 1,5 XHDPI, то есть 1DP равен 3 пикселям, и в XXXHDPI, передаю привет компании на букву S, который продумал бы такие большие экраны, это 1DP равен 4 пикселям. Далее у нас есть NoDPI, то есть это такой немножко отдельный модификатор, он говорит нам о том, что ресурс нужно оставить как есть и не увеличивать его или не уменьшать его размеры зависимости от экрана. Забегая немножко вперед, Android может изменять размер изображения в зависимости от размера экрана, в зависимости от этих модификаторов, и он будет выбирать наиболее подходящий ресурс. В данном случае он будет выбирать ресурс с более высоким разрешением. И у нас еще есть TVDPI, это 1,33 пикселя, это что-то между MDPI и HDPI. Далее идет группа модификаторов по типу сенсорного экрана. Могут быть NoTouch экран, Finger и Stylus. Stylus он деприкейтед с Android 4.1, то есть уже не используется, то есть Stylus. У нас остается только NoTouch и Finger, то есть NoTouch это без сенсорного экрана, и Finger это, собственно, сенсорный экран для пальцевого ввода. Далее идет группа по доступности и виду клавиатуры. Поделим их на две подкатегории. Это те, которые зависят от того, открытой или показанной клавиатуры, и те, которые не зависят. К первой группе относятся модификаторы Case Exposed, то есть это раскрыта программная или аппаратная клавиатура, и Case Hidden, то есть аппаратная клавиатура скрыта, а программная отсутствует. Ну и ко второй группе, которая не зависит, от того, скрыта или показанная клавиатура. К ним относятся KeySoft, то есть доступна программная клавиатура, NoKeys, то есть отсутствует аппаратная клавиатура, Cuberty, доступна аппаратная Cuberty клавиатура, и 12Key — это доступна стандартная телефонная клавиатура. Но тут есть небольшой подводный камень. Если у вас не указан KeySoft, то есть доступна программная клавиатура, то быстрее всего будет выбран ресурс с модификатором Case Exposed, вне зависимости от того, скрыта или показана ваша программная клавиатура. Далее идет группа клавиш навигации, скрыты или видны. Всего два типа — это Nav Exposed, то есть клавиш навигации видны, и Nav Hidden, то есть скрыты. Примером такими клавиш навигации может служить обычный NDPAD, ну или попросту джойстик. Далее по приоритету идут типы навигационного устройства, то есть это только сенсорный экран, ну, Nav, D-pad, Trackball и Will. Познаться честно, удокументация Android не очень хорошо раскрыта, что такое Will — колесо. Подполагаю, что это колесо, как в мышке. Но если что, напишите в комментариях, когда мы увидим, что же это такое. Далее у нас следует уровень API. Этот тип модификаторов имеет наименьший приоритет для Android. Записывается в формате V и версия P-Android. Ну, например, V7 — это Android 2.1, V14 — это Android 4.0, V21 — это Android 5.0. Список всех версий вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, указанной на этом слайде. Ну, а теперь рассмотрим алгоритм выбранной более подходящего ресурса системы Android. Состоит он из четырех шагов с повторением. На первом шаге Android просматривает весь список доступных ресурсов по каталогам и убирает те, которые противоречат текущей конфигурации. Ну, например, у вас портретный режим, а имеется модификатор для ландшафтного. В этом случае ландшафтный модификатор и ресурс ему соответствующий будет удален из поиска. Дальше в цикле Android начинает проверять по приоритету модификатор ресурсов, и берется тот, у которых приоритет самый максимальный. Ну, например, берется Mobile Country Code и смотрится, что есть ли у других ресурсов такой же модификатор. Если нет, у нас остался один ресурс. Если же такой модификатор имеется, круг повторяется, но с модификатором более низшего приоритета. Ну, давайте рассмотрим на примере. Предположим, у нас есть российская локаль, портретный режим и плотность экрана, HDPI. И имеются следующие доступные ресурсы. Ну, в данном случае рассмотрим картинку с котиком. У нас есть DRAWBAL, то есть ресурс без модификатора, то есть он будет взят по умолчанию, если другие не найдены. DRAWBAL PORT, значит, для портретного режима DRAWBAL RU, картинка для российской локали. DRAWBAL LAND HDPI, предполагается, что картинка будет использована для ландшафтного режима и для экрана с разрешением HDPI. И DRAWBAL XHDPI, то есть картинка с разрешением XHDPI. Ну что ж, на первом шаге, как уже было сказано, убираются все противоречия. В данном случае противоречия — это LAND. То есть у нас портретный режим, а ресурс с модификатором LAND нам точно не подойдет. Но при этом, как мы видим, DRAWBAL XHDPI, с одной стороны, тоже не подходит, ведь у нас разрешение экрана HDPI. Но это исключение. Android оставит в списке этот ресурс по той простой причине, что квалификаторы типа плотности экрана, они остаются на этом шаге, и Android может самостоятельно модифицировать размер изображения, чаще всего в меньшую сторону, может, и в большую, в зависимости от ситуации. То есть этот ресурс он не уберет. На следующих шагах мы начинаем просматривать квалификаторы ресурсов в порядке приоритета. В данном случае Mobile Country Code и Mobile Network Code у нас отсутствуют, но третий по приоритету у нас идет модификатор локали или языка. В данном случае у нас есть только один претендент, это Drabble.ru. Остальные альтернативные ресурсы не имеют этого модификатора, в этом случае они не подходят. В итоге будет выбран ресурс resdrabble.dfis.ru.cat.png. Далее рассмотрим изменения конфигурации во время выполнения приложения. По умолчанию, если меняется конфигурация устройства, Android разрушает текущую активность и переседает ее заново. Это довольно удобно в плане того, что Android может перевыбрать ресурсные, более подходящие в данной ситуации, то есть для данной конфигурации устройства, используя модификаторы, например. Но бывают ситуации, когда вам не нужно такое поведение. Предположим, что вы показываете пользователю видео и не хотите прерывать видео воспроизведение, например, при повороте экрана. В этом случае Android предоставляет удобный механизм отслеживания изменений конфигурации. Настроить его можно через файл манифеста. Как мы видим, мы можем для активности прописать специальный атрибут Android Config Changes и указать специальный тип ивентов, ну, или изменений конфигурации, в случае которых вы будете самостоятельно обрабатывать данную ситуацию. Как вы видите, списка, они все перекликаются с модификаторами. То есть это и мобайл-кантри-код, и нетворк-код, и изменение локалии, видимость клавиатуры, UI-мод и так далее. Но тут есть небольшое исключение. Активность не разрушается в случае, если меняется скрин-сайз или смолы скрин-сайз. Это особый случай, но при этом скрин-сайз используется в связке с orientation. Рассмотрим это на примере. Имеется Android Manifest, и мы будем реагировать на изменения ориентации экрана. С Android версии до 3.2 было достаточно прописать просто orientation. То есть мы говорим, что мы будем вырабатывать свои изменения ориентации экрана. Но с Android 3.2 нам уже нужно использовать скрин-сайз. Только по той простой причине, что Android считает, что поменялась не только ориентация при этом при повороте экрана, но еще изменился фактически размер экрана. Поэтому не забывайте его также использовать в связке. А в активности мы можем переопределить метод onConfigurationChanged и отслеживать изменения конфигурации. В данном случае мы проверяем, что поменялась ориентация экрана и показываем тост. Ну, тост — это просто какое-то сообщение на экране. В зависимости от ориентации. То есть если у нас будет landscape ориентация, то есть портретная, на экране будет выведен тост с надписью landscape. Если портретный, то, собственно, портрет. И иногда вам нужно будет получать текущую конфигурацию вне этого метода. В этом случае вы можете использовать знакомый вам API, а именно getResources, и вызвать у него метод getConfiguration. А дальше просто напрямую получить значение параметра конфигурации вашего устройства. В данном случае это ориентейшн. Ну что ж, друзья, подытожим. Ресурс — это файл или значение. При этом Android поддерживает огромное количество типов ресурсов от изображений до файлов компоновок. Использовать и ссылаться на ресурсы можно как через Java, так и через XML. Android поддерживает механизм альтернативных ресурсов и может автоматически выбирать наиболее подходящие из них для конкретной конфигурации устройства или для конкретной ситуации. Также Android предоставляет возможность написать свой собственный обработчик событий и изменений конфигурации. Ну что ж, друзья, осталось поговорить про материалы и ссылки. Как я уже говорил, не ленитесь, обязательно зайдите на developerandroid.com и закрепите изученный сегодня материал. Материал представлен на developerandroid.com, исчерпывающий, то есть его хватит вам слегка и полностью для разработки под Android. Там есть все абсолютно. Также в качестве факультативного чтения, если вы любите бумажное издание, вы можете почитать книгу про Android 4 или Android для профессионалов. В нем рассматривается то же самое, что мы рассматривали в рамках текущей лекции, но немножко с другой точки зрения и немножко меньше. Это все, друзья. Спасибо вам большое за внимание, хорошего настроения и безбажного кода.